Как обычно, чашечка кофе, как обычно, кафе в аббатстве, и, наверное, как обычно, наша беседа с вами будет сегодня. Это чего это вы тут делаете? А мы тут плюшками балуемся. Сегодня хотела поговорить за жизнь с вами, как обычно. Я замечаю, что вот здесь вот мои рассказы, они как-то располагают очень и меня, и вас, наверное, тоже. Потому что я уже не первый раз здесь делаю свои съемочки. И мне нравится, и нравится моим зрителям, когда птицы поют, когда колокола звенят. И вообще очень красиво получается. Я тут ездила несколько раз в Вентнер, показывала вам Сандаун, Севью, все это подряд прям. Мы гуляли. Да и сегодня я опять гуляла здесь по берегу Фишборн. Но что-то я решила вам не снимать побережье. Может быть, кусочек сделаю, вставочку. Но как-то там ветер опять у нас не получается. А здесь поэтому я пришла, хочу посидеть, спокойно с вами поговорить. Главное, чтобы вам было слышно, потому что вот опять, понимаете, какая история. Я сняла вам видео про Мартина, про испанский душ рассказывала. И когда выложила его, то я поняла. Почему-то у меня на мобильнике, вы знаете, он был слышен, это видео было слышно громко. Потом оказалось, что ничего практически не слышно. А люди все возмущаются. И я-то тоже очень расстраиваюсь. Вы посмотрите впереди меня, да? Видите? Мужчина водрузил собаку на колени. Это вот они вот так вот любят своих животин. Боже мой, боже мой. Так вот, я прям даже сбилась, глядя на эту собаку и на эту любовь. Вот. Я прям даже сбилась, что вам говорила. Говорила, что получилось у меня не слышно. Мой рассказ про Мартина. К сожалению, друзья, я, конечно, очень извиняюсь перед всеми, кто не смог по-хорошему прослушать это все. Но я уже ничего сделать не могу. Это вот опять говорит о том, что получается... Ой, смотрю, вон птички опять. Они здесь постоянно. Это малиновка. По-английски робин. Иногда прилетают, садятся на стол. Сейчас я попробую крошек даже накидать. Ну вот, прям отвлекаюсь, отвлекаюсь. Что-то думала, что посижу в тишине, в спокойствии. Послушаю птиц. Ну что-то у нас тут сегодня. Отовсюду движение и шум. Вот. Хотела... Я, конечно, вам продолжу. Спрашивают у меня, будут ли еще рассказы о Мартине. Да запросто. Какие проблемы. Вот только единственное, что хочу сказать, друзья. Вы знаете, если говорить конкретно о Мартине. Как-то мне год прошел. Завтра у нас будет годовщина. Завтра будет 7 мая. 7 мая мы с ним первый раз встретились. И вот будем годовщину праздновать. Он, кстати, мне сказал, что куда-то давай сходим. Вот, значит, ну давай сходим, ладно. Но я что хочу сказать, что меня немножко начинают эти отношения уже, ну, они нравятся они мне, скажем так. Потому что все больше и больше я понимаю, что он делает только так, как ему хочется. Он абсолютно... Если что-то, допустим, я там начну говорить, как я хочу, у него сразу какие-то обиды, сразу вот это вот все. То есть вот манипулятор. Наверное, правильно мне сказали многие. Манипулятор. И чуть что вот обиделся, ушел, опять пропал. Ну, там вот опять же я вам рассказала в этом моем видео, которое плохо слышно, что я применила испанский душ, да. Сама там перестала звонить и все. Но это же было тоже не просто так, понимаете. И потом... Тут можно по-разному рассуждать на эту тему. Но вы же понимаете, что я уже тоже большая девочка. И я все сама вижу. И все понимаю. Есть у меня, конечно, ошибки, но у кого их нет. А по правде-то сказать, что я считаю, что я делаю все правильно, я никогда не буду идти уже так вот, знаете, послушной собачкой на поводу какого-то мужчины. Но не буду, я другая. Меняться мне уже поздно. Подстраиваться под кого-то тоже поздно. Вот еще такие полненькие тут у нас ходят англичаночки. Люди удивляются. Чего-то мне пришлось уйти оттуда. Как-то там, знаете, ветер дует. И не на солнышке уже холодно. А я опрометчиво оставила куртку в машине. Обычно, вот как начинаются хорошие дни, вот это кафе, на удивление, всегда полнехонько. Сейчас вот я говорю, похолодало. И в основном все ушли туда, я вам показывала, внутри. Там вообще места не найти. Да и здесь тоже людей много. Как сегодня занято это кафе? Очень любят англичане это место. То есть вот облюбовали люди. Не только я одна любительница слушать песни. Птичье пение. И вот сидеть на свежем воздухе. Все, лето у нас еще впереди. И у нас сегодня еще только начало мая. Поэтому тут гулять не перегулять. Кока, иди сюда. Привет. Ты помнишь меня, Кока? Ну, иди сюда. Иди. Это та курица или не та? Ой, нет, она боится собаку, конечно. Сидам. Генри. Май гот. Хеллоу, Генри. It was so nice. Look at me, please. О, beautiful. Ну, а теперь ты. Нет, похоже, это не та курица что-то. Помните, та была? Вообще ручная. А это все собачье. Дженни. Дженни, хеллоу. Look at me. Эй, лавли дог. Лавли, лавли. Показываю. Показываю. Вот видите, прошу фото вам собачек. А курица, похоже, все-таки не та. Мэйзи, хеллоу, Мэйзи. Look at me. So nice. So nice. А я еще хочу вам сказать, что я вступила тут в клуб. Все-таки нашла вот такой вот клуб. Там довольно интересно. Они собираются вместе на какие-то пати, барбекю. Читают книги. Может быть, просто какие-то книги, которые нравятся. Ну, там по главам они читают. Как-то тоже у них вот каждый раз кто-то один приходит с какой-то интересной главой из книги, которая понравилась. А там, конечно, больше женщин. Я не знаю, почему так происходит почти всегда. Наверное, женщины все-таки более активные. Так и здесь, так и у нас в России. Вот. Ну, и мужчины тоже есть, конечно. И вот они читают отрывки из книг, главы делятся. Потом обсуждают это все. Я почему туда записалась и пошла. Я вот всего только несколько раз была. Может быть, смогу вам даже немножечко чуть-чуть показать, как это происходит. Вот. Я почему пошла, потому что, как уже много раз подчеркивала, что я хочу все-таки продвигать свой английский. Но у меня мало англичан сейчас действующих, англоговорящих. Поэтому вот приходится вот в такие клубы записываться. Но и все равно интересно, общение какое-то. Вот они уже у меня были в гостях даже. И меня также пригласили, приглашали. Вот уже однажды на барбекю мы там были, собирались. Тоже у одной женщины дома. Это для вас, чтобы идти к барбекю. Ей, все. Но это готово. Нет, я не буду делать. Это готово. Хорошо. Но вот вот, вот вот. Вот вот. Вот так. Да, вот так. Спасибо. Спасибо. Смотри, что ты встречаешь. Очень хорошая барбекю. Надеюсь. Что такое барбеку у тебя? Что ты имеешь? Лидо Лидо Саусяж Бургеры Поркчоп Терри Все Очень красиво И очень красивый гардин Я буду получать Не реально Мы делаем это gradual Мы делаем это вперед Мы делаем это внутрь И потом мы делаем это назад Да, это последний И последний место Да, это очень красиво У тебя английский хороший? Не реально Я пытаюсь сделать мой лучший Но иногда... Мы понимаем друг друга Да, мы понимаем друг друга Это 100% clever Да Да, ты знаешь, куда я из, да? Ты из Африки? Нет Я думаю, из Африки Нет, из Африки Нет, из Африки Я не из Африки Не из Африки Где ты? Какой? Плотно Где? Скажите, где я из В Никарагуа А, да Ифа Ифа И лошадь в 8-4-7. И лошадь в 8-4-7. И лошадь в 8-4-7. Я включила камеру, иду. Как разговаривают англичанки, то ничего не поймешь. Нет, бежать следом не буду, будет камеру трясти. Ну, в общем, хотела просто дать вам послушать, насколько они говорят, какой акцент, как сложно понимать. Тянут окончание. И, в общем, довольно интересно разговаривают. Очень необычно. И тоже говорят, что здесь такой диалект на нашем тоже присутствует. Да, колокольный звон. Он предвещал начало молитвы в аббатстве. Я, конечно, показала вам совсем чуть-чуть. Я не стала ничего там больше это ждать. Я вам однажды уже показывала, но что-то не пользовался успехом мой ролик. Просто я хотела подчеркнуть, что даже после Пасхи недели, вот эта вот пасхальная, когда праздник, все верующие ходят в церковь. Вы знаете, у нас даже после того, как вот так вот долго мы все были атеистами, сейчас это все опять пошло наверх. Пошли все молиться, все вдруг стали верующими. Откуда что взялось, называется. Вот. И много у нас очень сейчас в храмах людей. А здесь я вам специально показала, что никого нет. Даже служба. Два человека или три человека сидят, и все. Вот так верят в Бога англичане. Это то, что я хотела подчеркнуть тем своим роликам, что они в Бога не верят. Здесь, например, в церквях молодежи, чтобы там кто-то приходил, да еще тем более дети. Да никогда в жизни нету здесь такого. Абсолютно ненабожные англичане. В отличие от испанцев, в отличие от итальянцев, наверное. Смотрите, какой белый паучок сидит на цветке. Я опять отвлекаюсь. Про паучков вам рассказывала уже. Спрашивают про клещей. Нету здесь клещей, никогда не бывало. Никто даже не знает и не слыхивал. Я спрашивала у мужа тоже когда-то. Потому что я знаю, что в Архангельской области энцефалитные клещи май месяц. Очень ядовитые и можно заболеть. Вот это вот если укусит энцефалитный клещ, то там даже, по-моему, на психику влияет. И вообще страшное дело. Люди остаются калеками. У меня даже у одной знакомой, вот в Вельске они жили. И мать укусил на сенокосе этот клещ энцефалитный. Она осталась калекой на всю жизнь. Здесь такого нет. Те, кто спрашивает, вот отвечаю. Здесь также нет змей никаких. Тарантулов нет. Никогда не видела я этих тараканов. Нет здесь. А вот мышки есть. Мышки есть. По поводу того, мышки-полевки. Ну и иногда эти полевки прибегают в дома. Селятся вот. Поэтому да, бывает в домах поселяются мышки. Но редко тоже. Вот еще хочу вам показать вот эту вот. Скамеечку. Ребенка. Кто-то потерял ребенка, видите. И вот пишут. Memory of our babies. They live in our hearts and minds forever. То есть все живет в нашем сердце и мыслях навеки. Наша baby. И есть еще одна здесь скамеечка. Сейчас я до нее дойду, вам покажу. Которая меня всегда очень тоже удивляет. И опять вот эта девушка с коляской, которая наклоняется. И попа видна. Вот далеконько идти. До вот этой скамеечки. Она здесь тоже. На этой эбби территории. Посмотрите даты. Пожалуйста. Дата рождения, дата смерти. Вот. 900 и 2003. 103 года прожила эта женщина. Мало того, что она 103 года прожила, так еще и Memory ей вот скамеечку построили в ее честь. Здесь у них все скамейки в этом парке. Они мемориальные. Построены вот на деньги или родственников, или на деньги того, кто вот умер. В память потом строится. Но я вам показала две, которые наиболее привлекают внимание. Вот. Младенец и женщина 103 лет. Вот и удивляет меня. Опять же. Если возвращаемся. К вере. Ко всему вот такому. Почему же так странно происходит, что кому-то. Как верующие говорят, что Бог дает, да? Кому-то Бог дал жить 103 года. А младенец, который абсолютно безгрешным, сразу же погиб. Что тогда? Как это? Мне непонятно. Look at me. Oh, so nice. Minnie, Minnie. Oh, just lovely dog. Look at me. Yeah. Nice. Такая малюсенькая яблонька. Вся в цвету. Скоро будем яблоки кушать. Я сделала для вас подборку небольших таких маленьких сюжетиков. Получились в основном собачки. Но я хотела всех показать. Всю живность, которая здесь есть. А вот собачек я показывала вам. Вы знаете, что интересно? Это же... В общем-то, я никогда особо не спрашивала англичан. Ну, гуляют с собаками и гуляют. Я иногда показывала вам вот там гуляю и показываю. Иногда останавливала. А сейчас что-то так смотрю, слишком много там собак в этом кафе. Я думаю, попрошу. И вот еще раз хочу обратить ваше внимание, что никто не отказался. Всех, кого я спрашивала, можно ли сделать фото вашей собачки. Никто из англичан не отказался. Самое странное. Хотя я подходила и к молодым, и к пожилым, как вы видели. И спрашивала, замечательная ваша собачка, а можно я сделаю фото? И мне все с удовольствием говорили, да, да, пожалуйста. И начинали свою собачку усаживать, говорить, как ее зовут. И некоторые сказали, сколько лет. Вот понимаете, это именно то, что я говорю. Они очень общительные англичане. Если их разговор интересует, вот они любят своих собак, их интересует эта тема, ой, они с удовольствием поговорят. А здесь вот посмотрите, вон опять собака маленькая, пошла семья гулять. И посмотрите, все занято сегодня на парковке. Очень много людей. Вот такие машины малюсенькие тут. А вот такая Honda Civic, видите, это 2007-2008 год. Вот если по номеру 07. И Honda Civic, это, конечно, сделано точно в Японии. Поэтому она, конечно, супер. Вот это автомат. И я тогда на ней ездила. Ой, как классно она ходит. У меня-то здесь тоже Honda. И тоже Honda Civic. Это моя красавица. Ну, понимаете же, она раньше рождена. Это 2004-2006 год, по-моему, Honda Civic. Она немножко другая, кто разбирается. Но все равно слушается руля великолепно. И мне нравится Honda лучше всех машин. Система больше всего.